В Сырове прошел забег по заповедным тропам Саров Трейл 2024. На дистанциях 5, 10 и 20 километров участников из разных уголков страны поджидали овраги, болота и тропы, на которых спортсмены преодолевали себя. В этом году по пересеченной местности 1 километр пробежали и юные спортсмены. Преодолеть болото, грунтовые дороги, лесные тропы, высокую траву и броды для участников трейла не проблема. Забег по пересеченной местности – экстремальное увлечение, ради которого некоторые приехали в Сыров из других городов. Нижегородец Дмитрий Елагин приобщился к трейлам около пяти лет назад. Мне уже 39 лет, в ноябре будет 40. В 33 года, так сказать, провалялся на печи и решил заняться спортом. Из года в год принимаю участие в трейлах, бегали так зимой и ночью по лесу. Это лучше, чем просто днем по городу. Это экстремально, это очень нравится. На Саровский трейл 2024 собрались около 250 человек. Примерно 80 из них – из Москвы, Снежинска, Нижнего Новгорода, Первомайска и Арзамаса. На дистанциях 5, 10 и 20 километров их ждали спуски и подъемы, болотистая местность, лесные тропы и бурелом. Все это участники преодолевали в один круг. В начальную дистанцию 5 километров любой участник, который бегает по 15-20 минут, вполне в состоянии ее преодолеть и получить свою заслуженную медаль. И вдруг ему понравится, и он будет бегать дальше. А на дистанциях 20 километров там действительно идет борьба с самим собой. Туда вот заявляются те люди, которым нужно потерпеть, побороться и получить от этого кайф. Они получают от этого кайф. Самым большим своим достижением я считаю то, что есть такие участники, которые впервые пришли к нам на забег, им понравилось, и они потом продолжают выступать и на других забегах. И приходят к нам и начинают бегать. Поэтому я считаю, что мы вот такими вот интересными соревнованиями продвигаем спорт в массы и делаем нашу-нашу здоровее. В этом году проверить свои силы на природной трассе смогли и юные участники забега. На дистанции в один километр организаторы подготовили для них русские горки, лабиринты, полосу препятствий. Все маленькие участники получили медали «Сладкий приз». Взрослые боролись за более серьезные награды. Особо азартные даже заключали пари. На дистанции 20 километров у нас и бежит наш прославленный легкоатлет Максим Кистанов, который победитель разных полумарафонов, марафонов последних годов, которые в разных регионах нашей страны были. А противостоять им будет наш молодой человек Сергей Шаров, который выигрывает кроссы среди лыжников на всероссийских соревнованиях. Поэтому тут как бы такая борьба извечной лыжники против биатлонистов. Не совсем в лыжной среде, не совсем в легкоатлетической, тем интереснее становится их противостояние. И также очень интересно, на дистанции 10 километров два из участников, они поспорили, кто кого гонит. Поспорили на деньги, говорю сразу же, каждый из них сдал по 5 тысяч рублей мне. И на финише победитель получит всю сумму. И новички, и опытные любители бега по пересеченной местности получили медали и призы от спонсоров трейла. На самой сложной дистанции в 20 километров лучшими стали Дарья Власова из Нижнего Новгорода и воспитанник Шуратом Сергей Шаров. Саровские батутисты вернулись с чемпионата и первенства Нижегородской области по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Из 140 участников со всего региона саровчане отличились и уже традиционно забрали розы в наград и призовых мест. На чемпионаты первенства Нижегородской области решили взять самых маленьких батутистов для обкатки. Для многих из них выступление стало серьезным и ответственным стартом. И сразу же удачным. Дарья Коробко заняла первое место, а Полина Чукрина стала серебряным призером. Девочки очень волновались, но помогла поддержка родных и тренера. Меня поддерживали мои близкие. Я знала, что они меня поддерживают сейчас, волнуются за меня. Меня это спасет. Меня поддерживают мои братья, мои близкие, все, кто находились там. Вот. И я очень переживала, и они сейчас за меня волнуются. Всего саровские батутисты привезли 13 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей. Ребята участвовали в двух дисциплинах. Прыжки на двойном мини-трамплине и на акробатической дорожке. На соревнованиях в столице региона было 140 участников со всей области. Из Сарова выступали 49 спортсменов. Достойные результаты показали Виктория Гузикова и Данил Венедиктов. Я на второй комбинации сделала три шага, потому что встала и меня повело вперед. Вот первое, ну, вроде хорошо сделала. Мне удалось выиграть. Это, во-первых, не волноваться. Потом я переборола свой страх, ну и вот получила место. Я не волновался, потому что, ну, если не займусь, все равно это не последнее соревнование. Соперники сложные были, но все равно я выигрывала. А другие ребята тоже хорошо сделали. На чемпионате первенства Нижегородской области также выступали и опытные ребята постарше. В Саров они привезли призовые медали. Екатерина Мирясова взяла два золота на двойном мини-трампе и акробатической дорожке. Мы готовились где-то две недели. Мы делали по две комбинации на трамплине каждый день и по две комбинации на дорожке каждый день. Каждый день нужно обязательно ходить на тренировки, каждый день подкачку делать и дисциплина нужна. Соревновательный сезон у батутистов в спортивной школе «Экар» закончился. Впереди летние сборы на базе школы и подготовка к следующим соревнованиям. Тренер Александр Абакаров в целом доволен результатами батутистов в этом году. В округ мы ездили, там нормально выступили. В принципе, у нас и командой мы вторые, третьи были, да. В 11-12 возрастные группы, мы там призеры были на округе командой. И 13-16 лет тоже призеры были, мальчики и девочки. В этом году более-менее на четверочку. В сентябре спортсмены поедут на первенство России в Оренбург. Езда на велосипеде – очень популярный вид физической активности во всем мире. У велоспорта есть много достоинств, которые мотивируют вас садиться на байк чуть ли не каждый день. Начать кататься на велосипеде может стать лучшим решением в вашей жизни. Это поправит здоровье, поможет сэкономить время и деньги, а также улучшит социальную жизнь и принесет много пользы. Езда на велосипеде – очень популярный вид физической активности во всем мире. У езды на велосипеде есть много достоинств, которые мотивируют вас садиться на байк чуть ли не каждый день. Велоспорт укрепляет нервную систему. Из-за стремительного темпа современной жизни многие люди имеют проблемы с психическим здоровьем и борются со стрессом. Исследование 2019 года, проведенное в Великобритании, показывает, что катание на велосипеде положительно влияет на когнитивные функции и психическое благополучие. Когда вы катаетесь на велосипеде, то проводите больше времени на улице, испытывайте новые эмоции, общайтесь с разными людьми и получайте больше солнечного света – витамина D. Кроме того, катание в одиночку – это своего рода форма медитации, которая позволяет вам собраться с духом и мыслить позитивно. Велоспорт повышает концентрацию внимания и сосредоточенность. Каждый, кто хоть раз прокатился на велосипеде, наверняка почувствовал, как рассеивается мозговой туман, улучшается концентрация и сосредоточенность. Велопрогулка улучшит ваше душевное состояние. Езда на велосипеде увеличивает приток крови к мозгу. Клетки получают свежий кислород. Это позволяет регенерации нейронных рецепторов, что поддерживает работу мозга. Физическая активность может помочь вам избежать слабоумия и болезни Альцгеймера. Поэтому, если хотите лучше учиться в школе или быть более эффективными на работе, стать более продуктивными и улучшить свою память, катайтесь на велосипеде регулярно. Езда на велосипеде отлично подходит для похудения. Если ведете борьбу с лишним весом, то езда на велосипеде – прекрасный способ добиться прогресса в этом деле. Несмотря на то, что велопоездки – это малотравматичное занятие, они все равно сжигают немало калорий. Если ваш индекс массы тела сильно повышен, то бег – не лучшая идея, так как колени будут страдать. А вот при езде на велосипеде такого риска нет. Независимо от веса, вы абсолютно точно сможете проезжать на велосипеде хотя бы по 10-20 минут в день, что увеличит выносливость и продолжительность поездок. Через некоторое время у вас будет возможность кататься значительно дольше в спокойном темпе, и именно в таком случае происходит значительное снижение калорий. Через некоторое время у вас будет возможность кататься значительно дольше в спокойном темпе, и именно в таком случае происходит значительное сжигание калорий. Велопрогулки развивают мышцы. Езда на байке поможет нарастить мышцы в нижней части тела – икры, квадрицепсы, подколенные сухожилия, ягодицы и бедра, а также укрепить пресс, нижнюю часть спины и руки. Это все части тела, которые активно работают во время велопрогулок. Если хотите добиться максимального прироста мышечной массы, обязательно преодолевайте как можно больше холмов. Велоспорт улучшает баланс, координацию и осанку. Катание на велосипеде требует от вас способности хорошо удерживать равновесие. Когда только начинаете кататься на байке, вам может быть непросто ездить по прямой, а движения могут быть хаотичными. Чем больше будете находить времени для катания, тем быстрее освоитесь. Это означает, что улучшится общий баланс и координация, особенно при ходьбе или беге. При регулярных катаниях на велосипеде улучшается качество сна. Плохой сон – одна из лободневных проблем, беспокоящая многих людей. Зачастую это является прямым следствием стресса, экранового времени и одержимости социальными сетями. Однако велосипедисты могут спать лучше, чем другие люди. Велопрогулки также уменьшают стресс и тревогу, которые негативно влияют на качество сна. Велосипед снижает риски рака и сердечных заболеваний. Все виды физических упражнений помогают снизить риск развития различных видов онкологии, включая рак кишечника и рак груди. Катание на велосипеде может облегчить побочные эффекты лечения рака, такие как усталость, плохой сон, снижение аппетита, а также улучшить общее качество жизни. Велопрогулки также поддерживают здоровье сердца, так как работает сама мышца и кровь активно циркулирует по телу. Регулярно катаясь на велосипеде, вы также снизите вероятность ожирения и уменьшите уровень плохого холестерина. Велосипед заменит вредные привычки. Избавиться от вредных привычек, таких как курение, алкоголь или нездоровая пища, очень трудно. Если вы хотите бросить курить или пить, купите велосипед и начните кататься. Придумайте несколько целей, которые вы хотите достичь. И когда у вас возникнет желание закурить или выпить, напомните себе, что это помешает достижению ваших целей на велосипеде. Езда на велосипеде укрепляет иммунную систему. Поскольку езда на велосипеде – это занятие на свежем воздухе, то преимущество для иммунной системы даже выше, чем у других видов занятий, которые проводятся в помещении. Езда на велосипеде побуждает вас проводить больше времени на улице и на солнце, что имеет огромные преимущества для укрепления вашей иммунной системы. Велопрогулки помогают бороться с депрессией. Физические упражнения в целом оказывают положительное влияние на психическое состояние. Но катание на велосипеде имеет дополнительные преимущества. Вы проводите время на свежем воздухе, что не может не радовать. Велосипедные прогулки полезны для здоровья, так как они способствуют выделению таких химических веществ, как допамин, эндорфин и серотонин, которые способны поднять настроение. Чтобы получить максимальную пользу для настроения, не обязательно проводить много времени в седле. Нескольких 30-минутных поездок каждую неделю вполне достаточно, чтобы поднять настроение. Велоспорт – отличная возможность завести новые знакомства. Одним из самых больших преимуществ в велопоездах является то, что вы можете кататься в одиночку, с друзьями, с семьей или в большой группе. Если хотите познакомиться с новыми людьми, то велоспорт – это отличная возможность. Существуют целые клубы велосипедистов, в которые можно вступить и общаться с единомышленниками. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА